Дарова, братаны, вы на канале Евплей, меня зовут Евгений, это Трик энд Трид, и сегодня мы продолжаем её проходить. Погнали! И сегодня у нас будет концовка Эшли Конец Проклятия. Ммм, естественно, мы всё быстренько перематываем, потому что ебал я это всё читать заново. Да, в целом, навала вышла не такая интересная, как я надеялся, но щиту поделать. Да, надо будет как-то более внимательно, что ли, подходить к вебору. Навал? Да. Так, первый вебор, ээээ, помогаем кошке. И крутим дальше. Второй вебор, противостоять кошаку. Третий вебор, захватить, оставить её захваченной. И снова крутим вперёд. Ммм, даже такая корево нарисованная... Это же Эшли вроде бы. Довольно-таки ничегошная. Так, а щас мы будем сомневаться. Хорошо, что мы эти все веборы уже до этого потыкали. И можно быстренько мотать. Ммм, так. Не, мы не будем целоваться. Пошла нахуй! О, а тут мотать нельзя. Несмотря на то, как восхитительна эта девушка, есть что-то в её объяснении, что не звучит правдиво совсем. Всё кажется слишком складным, чтобы быть правдой. Невозможно удача так внезапно улучшиться. Пока я думаю об этом, она неожиданно подбирается ближе ко мне. А затем смотрит на меня чинячьими глазами. Такими... Такими восхитительными, что они могут очаровать любого. Разве ты не собираешься сделать это? Спросила она невинно. Я не знаю, что мне делать в этой ситуации. Подожди! Перед тем, как нам сделать это, мы даже... Перед тем, как нам сделать это, мы даже как следует не представились. Блядь! Боже, ну что за диалоги! Сказал я, заметно нервничая. Я могу почувствовать, как моё сердце бьётся с тревогой, когда девушка уставляется на меня. Она мигает смущенно, а затем сладко улыбается. Моё имя Лилиан. Она не выглядит сердитой, как минимум. В этой девушке определённо есть что-то особенное. Но меня зовут Аксель. Сказал я голосом робота, однако похоже, что это... Беспокоит. Однако не похоже, что это беспокоит её. Я улыбаюсь ей нервной улыбкой. Я должен сказать что-то ещё, чтобы остановить её. Но ничего не приходит мне в голову. Да просто скажи, что у тебя не встал, да и всё. Сразу отстанет. Без какого-либо смущения Лилиан подбирается ближе ко мне. Она без проблем берёт инициативу. Её глаза резко становятся озорными. Что-то в них делает мою кровь горячей. Пожалуйста, Аксель, я очень ценю твою помощь. Она подносит свои губы ближе к моим, а затем обвивает руки вокруг моей шеи, чтобы предотвратить мой побег. Один этот жест примораживает меня к месту. Я смотрю, как она медленно подходит ко мне ближе и ближе. До тех пор, пока я не чувствую её мягкие губы напротив моих. В тот момент я чувствовал, как если бы я был одержимым. Чувствовал себя, наверное. Мои желания взяли контроль над моим телом, вынуждая меня поцеловать её страстно. Как будто мы были любовниками, увидевшимися через длительное время. Я закрываю глаза, мне не нужно смотреть, мне нужно только чувствовать тепло любви и вкус её губ. Пиздок. Однако сладость вскоре пропадает с меня и с пронзительной болью. Как будто кто-то вонзил меч, сделанный из льда мне в спину. Без раздумий я прерываю поцелуй и отстраняюсь от неё. Шо ты сделала? Спросил я, глядя недоверчиво на девушку. Чё произошло? Я чувствую такой холод, как если бы кто-то украл всё тепло из моего тела. Я также чувствую себя тяжёлым, как камень. Но не было ответа. Перед тем, как она смогла сказать, внезапно что-то напало на нас. С такой силой, что уничтожила часть дома, открывая большую дыру, которая ведёт наружу. Я не могу даже попытаться представить, чё это, бля, было. Это было, как увидеть сносящую дома машину за работой. Взрыв был достаточно сильным, чтобы оттолкнуть меня от Лиллиан. Она выглядит такой же удивлённой, как и я. Я немедленно поднимаюсь и смотрю на виновника. Ответ удивляет меня. Ты действительно идиот! Что ты делаешь? Говорит Эшли сердито. Внезапно она берёт мою руку и со сверхчеловеческой силой её. Это значительно превосходило то, чего от её стройного телосложения можно было ожидать. Она вытащила меня из дома, как будто похищая. Я не могу сделать ничего, чтобы остановить её. 3.23 ночи. Всего за несколько минут мы унеслись очень далеко от дома. Насколько быстро Эшли может бежать впечатляет меня. Но она точно не человек... Да нихуя ж себе, блядь! Какой ты, блядь, проникновенный разум, нахуй! Она, наконец, меня освобождает. Моя рука была красной и болела от того, насколько сильно была её хватка. Но, к счастью, я чувствую себя лучше от поцелуя. Моё тело восстановило своё тепло и энергию. Какого чёрта ты это сделала? Я спрашиваю немедленно с гневом. Кем эта кошка считает себя, чтобы делать что-то подобное? Я должна спрашивать это, ответила Эшли, глядя мне в глаза с презрением. Из-за тебя она уже восстановила большую часть своих сил. Затем объяснила она, заканчивая с отстранённым лицом, отводя взгляд от моих глаз. Она слишком остро реагировала. Возможно. О чём ты говоришь? Она лишь хочет освободиться от тебя, сказал я раздосадованно. Просто не мог ей поверить. Ни одна из двух девушек в этом лесу не казалась заслуживающей доверия. Это неудача, учитывая, насколько непрекрасна. Эх ты же, ябодый, извращенец. Ты точно идиот, сказал я. Эшли, глядя на меня своими красными глазами, полными презрением. Да, она хочет быть свободной, чтобы выполнить своё отмщение. Не можешь понять это? Единственное, КВ я не понимаю здесь, это ты. Моё терпение закончилось давным-давно. Ей не в настроении получить выговор. Глупый человек. Быть так легко соблазнённым ей. Все мужчины одинаковы, никто не может думать нужной головой. Эшли скрещивает руки и воскликает... Восклицает с досадой. Глядя на меня, как если бы я был испорченным ребёнком. Из-за твоих безответственных действий мы в серьёзной беде. Эшли вздыхает разочарованно. Если бы ты только поверил мне, этого бы не случилось. Да о чём ты говоришь? Ей нужно освободить... Её нужно освободить, потому что она страдает. Сказал я без промедления. Я не могу забыть сладких слов той девушки Лиллиан. Внезапно Эшли бросает на меня пронизывающий взгляд. Острый как нож. Почему ты поверил в её истории? Она обманывает тебя, идиот. Это то, во что она хочет, чтобы ты поверил. Откуда ты знаешь это? Спрашиваю я подозрительно. Мне не нравится эта девушка. Она правда слишком властная и придирчивая. Бля, она мимимешная, уёбок. Ты идиот. Вот это точно. Разве ты не заметил, когда она высасывала твою жизненную энергию? Сказала Эшли, срывая в момент всё моё сомнение. И сопротивление с гневным взглядом в своих красных глазах. Да, это то, что она делала, высасывая тебя так же, как она делала в прошлом с теми пятью невезучими мужчинами. Она объясняет... Она объясняет... Уставись на меня. Последняя жертва была двадцать лет назад. С того дня я ей по... Я ей пообещала, что никто больше не приблизится к ней. Это немедленно привлекло моё внимание. И почему ты сделала это? Эшли выглядела обезумевшей, сказав о смерти тех людей. Интересно, чувствовала ли она жалость за это? Если она наложит свои руки на ещё одну жертву, она полностью восстановит свои силы. И как только она достигнет этого, она начнёт своё отомщение за то, что твои предки сделали с ней. Хуже всего то, что с энергией, которую ты ей дал... Она теперь может покинуть этот лес и искать последнюю жертву. И чё, правда? Спросил я недоверчиво. Мне не понравилось, как это прозвучало. Если это правда, то мы можем быть в большой беде. Не только я. ВСЕ! Эшли кусает губы с тревогой. Да, что ещё хуже? Что у меня нет энергии... Связываться с ней. Сказав это, она смотрит на меня в гневе. Из-за того, что некая группа идиотов решила прийти сюда, бог знает для чего. Я не могу отвечать за это, я лишь сожалею. Я смогла избавиться от твоих друзей, но по какой-то причине не смогла от тебя. У тебя более сильная, чем обычно волшебная сила. Объясняет Эшли, заканчивая со вздохом разочарования. Чё ты сделала своими друзьями, сука? Спрашивая я прямо даже без раздумий. Мысль о том, что они могут страдать, придала мне силы, но, возможно, я просто слишком остро реагировал. Не переживай, они целы. Я лишь заставила их покинуть лес. Ответила Эшли, скрещивая руки. Затем она вздохнула. Но создание наваждений... Создание наваждений и выдворения их сделало меня очень слабой. Поэтому ты лежала на земле, когда я нашёл тебя, да? Сказал я, вспоминая... Тх, да ёптвою мать. Вспоминая тот момент, когда она была ранена и без чувств. Ничего не мог поделать, но чувствовал жалость к ней в то время. Да, но так же не без помощи того, что у меня было сражение с невинной принцессой, которую ты видел перед этим. Она снова смотрит на меня недовольно, но на этот раз всего на мгновение. Это оставляет меня в недоумении на какое-то время. Сказав это, мы оба замолкаем, позволяя тишине окружить нас. Прошло некоторое время с тех пор, как я последний раз слышал голос, зовущий меня. Думаю, что я перестал быть полезным для Лиллиан, как Эшли и сказала. Вдруг Эшли щёлкает пальцами. Кхм-кхм-кхм. Подожди, по-прежнему есть шанс. Сказала она энергично. Есть проблеск надежды в её глазах. Потом она переводит в свой взгляд на меня. Слушай меня внимательно. Это единственный путь победить её. Эшли говорит со своим обычным высокомерием. Но я замечаю слабый румянец на её щеках. Чё это? Спросил я удивлённо, чтобы услышать её идею. Ты помнишь, что она просила тебе сделать, чтобы помочь ей восстановить силу? Спросила Эшли, заливаясь сильнее. Она затем кашляет несколько раз, чтобы прочистить горло. Да, она сказала мне поцеловать её. Ответил я, даже не задумываясь об этом. Ну, вскоре я понял, шо я говорю. Подожди. Ты хочешь, чтобы я поцеловал тебя тоже? Спросил я в неуверенности. Я не знаю, должен ли я чувствовать себя счастливым или использованным. Если быть честным. Ты идиот. Это не то, что я хочу... Не то, чтобы я хочу поцелуить тебя. Прорычала Эшли. Потом она отводит взгляд от моих глаз, фыркая отрицать её. Это просто единственный путь достигнуть этого. Кроме того, что... Кроме того, то, что она сделала, это было не поцелуй, это была кража твоей жизненной энергии. Ха! То, что она делала, было кражей моей жизненной энергии поцелуем. Как иронично. Сказал я саркастически. Вспоминая до сих пор... Телет на моих губах. Если бы не маленькая деталь относительно воровства жизненной энергии, это был бы великолепный поцелуй. Эшли в это время, кажется, дрожит. Затем она смотрит на меня разгневанно. Похоже, твой разум не понимает сложность вопроса. Я не планирую воровать твою жизненную энергию. Я намереваюсь получить энергию от твоего чувства любви. Сказав это, она смотрит вдаль смущенно. Я услышал верно? Чё-то здесь звучит совершенно неправильно. Погоди. Что ты пытаешься сказать? Эшли кашляет дважды, чтобы прочистить горло. Если твои чувства ко мне наполнены любовью, я смогу восстановить свою энергию. Сказала она, не в силах смотреть мне в глаза. Её лицо красное, как яблоко. Должна быть шутка! Но это невозможно. Как я могу чувствовать любовь к кому-то, кого я только что встретил? Я бы не сказала этому, это кому попало. Пожалуйста, помоги мне, ничтожный человек, блядь! Прям вдохновила на помощь! Сказала она, сделанным высокомерием. В то же время она смотрит на меня, говоря глазами, что я должен быть благодарен. Способ, которым она спрашивает, не слишком приемлем, если честно. Но она выполнила свою лучшую попытку сделать это. Это видно невооружённым глазом. Однако, должен ли я доверять её слову? Она доставила мне много неприятностей сегодня. Я был даже преследуем, атакован и похищен ей. Тогда следует ли мне? Да, конечно же, боже, такая милаха! Ахотишная! Я не могу не обращать внимания на её просьбу. Я знаю, что она была самой любезной девушкой, но почему-то, я думаю... Не была самой любезной девушкой, но почему-то, я думаю, она говорит правду. Хорошо. Я собираюсь помочь тебе. Но скажи мне, что я должен делать? М? Спрашиваю я, в то же время, глядя в её красные глаза с определённостью. А шликивает пару раз. Она кажется довольно моим ответом. Это легко. Просто поделись своим чувством любви ко мне. Она теперь откликается с большей уверенностью. Ничего не могу поделать, но... Но вздыхаю слэшовато. Эй, чё-то здесь неправильно. Прости, но я не могу сделать это. Мы ведь только что встретили друг друга. Я сочувствую тебе, но было бы неправильно называть это любовью. Я объясняю с разочарованием на лица. Она попросила слишком многого от меня. А шли затем закрывает рукой губы, делая задумчивый жест. Понятно. Это чувство, которое нельзя достигнуть за один день. Конечно нет, глупая кошка. Ты никогда не любила? Или это не она? А, это он ей говорит. Конечно нет, глупая кошка. Ты их никогда не любила? Ладно, есть ещё один способ. Но я не хочу использовать его, потому что он причинит тебе вред. А шо это за способ мы узнаем в следующий раз. А на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.